Привет, меня зовут Саша, и сегодня мы с вами поговорим, кто такой аналитик данных. Так кто же такой дата-аналитик? Это тот человек, который отвечает на вопросы бизнеса, основываясь на данных. При этом аналитики, работающие в разных компаниях или над разными доменными областями, могут иметь совершенно разные инструменты. Однако существует некий базовый набор компетенций, которыми должен обладать хороший аналитик данных. Это Python, SQL, умение визуализировать данные, работать с BI-системами, а также уметь строить АБ-тесты. Сегодня я как раз и расскажу, почему именно этот набор компетенций — это хороший буст для старта в любую область дата-сайенса. Начнем разговор мы с математической базы. Data-аналитик — это как раз одна из тех специальностей, которые требуют хорошего математического бэкграунда, в отличие, например, от дата-инженерии. Математических скиллов, освоенных на позиции дата-аналитика, вам хватит для того, чтобы потом освоить машинное обучение или уйти в любую другую область дата-сайенса. Теперь давайте поговорим о питоне, потому что каждый уважающий себя дата-аналитик должен уметь пользоваться этим языком, понимать, как приучиться к базам данных, как работать с данными, их визуализировать, также разбираться в классическом DS-стеке — это SkiPy, Pandas, NumPy, Sacketler. Также этот язык пригодится не только в области дата-сайенс, если вы захотите дальше развиваться в области разработки, он будет просто незаменим. Потому что питон — это не только о работе с данными, однако вам, скорее всего, придется подучить еще и ООП. Теперь пришло время поговорить об SQL и базах данных. Как правило, любой дата-аналитик всегда работает хотя бы с одним средством управления базами данных, будь то Postgres или ClickHouse. Также базовые знания SQL пригодятся в любой области. Да, синтаксис SQL может отличаться, однако если вы знаете, как работает с одной системой, можете быстро перестроиться на работу с другой базой данных. Также умение составлять сложные запросы, пользоваться различными видами join'ов, конными функциями, поможет вам в дальнейшем в переходе в дата-инженерии. Еще хочется сказать несколько слов о ГИТе и работе с командной строкой. Да, возможно, это не самые важные навыки в работе дата-аналитика, однако они полезны в любой сфере IT. Как правило, дата-аналитики осваивают базовые команды ГИТа и работа с командной строкой Linux, чтобы им было комфортно работать в команде. Также этот навык может быть незаменим при переходе в дата-инженерии. Теперь давайте поговорим о более специфичных навыках, которые, возможно, не свойственны столько дата-аналитикам, сколько помогут вам перейти в другие области. Например, автоматизация ETL pipeline и работа с Airflow — это еще одна важная компетенция для дата-аналитика и просто незаменимая для дата-инженера. Если вы хотя бы поверхностно знакомы с Airflow, то дальше разобраться вам будет в этом намного легче и тогда вы сможете легко перейти в дата-инженер. Также, чтобы доносить до клиента ваши результаты и ответы на какие-то бизнес-вопросы, хорошо бы уметь пользоваться визуализацией данных и BI-системами, например, Tableau. Но визуализация данных и дэшборды — это не только про красивую презентацию вашего результата, также можно их использовать для разработки ноу-код-решений для какой-то быстрой аналитики. Каждому, кто работает с данными, полезно знать Tableau, и, конечно, это может стать вашей отправной точкой для того, чтобы быть BI-аналитиком. Также хороший дата-аналитик знает, как строить АБ-тесты, интерпретировать их результаты, а также владеет методами Bootstrap. Все это означает, что такой дата-аналитик в будущем может стать хорошим ML-инженером, который разрабатывает эти самые АБ-тесты и умеет повышать их чувствительность. Таким образом, если вы очень хотите в область Data Science, но пока еще конкретно не знаете, чем заниматься, занимайтесь аналитикой. Этот опыт позволит вам погрузиться в область Data Science, поработать с людьми из разных направлений и понять, что наиболее вам интересно. Может быть, вы захотите сильнее погружаться в аналитику данных или строить дашборды, может быть, вообще проектировать DVH. При этом знания, которыми обладает Data Analytics, инструменты, с которыми он работает, это база для того, чтобы работать с данными.